Всем привет! Сегодняшний обзор будет о бритвах компании Hoffrits. Компания эта американская и она была очень известна своим гигантским ассортиментом ножей и различных бритвенных принадлежностей, которые продавались практически по всем Соединенным Штатам Америки. Компания сама ничего не производила, это был очень крупный импортер. Большинство металлической продукции они брали из Золингена, видимо там для них кто-то это делал по контрактам. И компания имела огромную сеть магазинов по всем Штатам Америки. Что-то вроде, у них были отделы, вот как в наших ЦУМах, универмагах раньше, когда там сотни и сотни различных отделов разных магазинчиков. Вот они в таких как раз крупных торговых центрах и работали. Покажу примеры, у них были отдельные магазины с такими крупными интересными витринами и просто огромным ассортиментом разной ножевой бритвенной продукции, которая постоянно была в наличии. Бритвы они делали не очень много, скорее это такое было опциональное производство. Заказывали, потому что, наверное, спрос небольшой был. Вот, и конкретно вот этот мой образец, я думаю, он сделан где-то в 1980-х, когда компанией начали управлять уже немножко другие люди. Ну, до этого еще дойдем. А, получается, саму компанию, которая называлась Хофридс Фо Каттлери, ее основал Эдвин Джон Хофридс, отец которого был эмигрантом из Германии. Вот, сам этот Эдвин Джон родился уже в Нью-Йорке. Вот, и в 1932 году он решил основать компанию с названием по своей фамилии Хофридс. И занимался тем, что закупал различные товары в Европе, привозил их в США и с какой-то там наценкой продавал. Вот, и занимался этим настолько успешно, что продукцию стали делать именно под него. То есть, на клеймах большинства бритв, ножей, всего, что он делал, вот, чаще всего стояло название Хофридс. Вот, опасной бритв, как я уже сказал, было очень мало в ассортименте, но было очень много ножей. И вот покажу некоторые примеры. Это были охотничьи ножи, кухонные ножи. Даже Викторинокс, который делал и делает до сих пор швейцарские ножики карманные, тоже делал для них с их логотипом различные модели. Вот, компания эта проработала довольно успешно, вплоть до 70-х годов. И в 1973, по-моему, за несколько лет до смерти, свой владелец продал компанию другим людям. Вот, ну, конкретно это была компания Шейвер, Корпорейшн оф Америка. Вот, они владели маркой Хофридс с 75-го года. И именно с этого года в газетах начала появляться массовая реклама металлических различных товаров. То есть, это были ножницы, пилки для ногтей, кусачки. Вот, частично попадаются и опасные бритвы. Вот, но именно по бритвенным вещам они в основном занимались станками. Вот, они выпускали Т-образные станки под обыкновенные лезвия. Там были разные варианты, и обычные, и для путешественников. Такие вот маленькие, туристические. Вот, ну и совсем немножко опасные бритвы. Покажу буквально вот несколько примеров из интернета. То есть, бритвы делались в небольшом ассортименте, но довольно неплохо выглядели. У них были интересные ручки. Вот, почти все, что я встречал, это трехпиновые экземпляры. То есть, сделанные уже после 70-го года, скорее всего, 75-й, 80-й. Ну, вот как, вот это вот моя вещь. Вот, футляры к ним тоже чаще всего шли не картонные, а вот сделанные из такого, я даже не знаю, наверное, это пластик. Вот, на футляре можно видеть, что это торговая марка Хофридс. Вот, и что это Золинген, сделанная в Германии. Вот, ну, в самой Европе я вообще не встречал, чтобы Хофридс продукция продавалась. Это именно чисто американский бренд, сделанный для Америки, для продажи на территории Америки. Вот, футляры такие вот интересные. В принципе, похожие футляры я видел, по-моему, у компании Дову к своим новодельным опасным бритвам. Они сейчас поставляют такие вот твердые футляры, тоже то ли с пластика, то ли с чего-то такого. Вот, и известно, что в 1996 году компания Хофридс полностью обанкротилась, хоть в нее там и вливались крупные деньги, насколько я узнал, вот, но все равно они не выдержали конкуренции с китайцами. Вот, и как бы сейчас вроде как маркой Хофридс владеет компания International Cutlerico, вот, но что за компания, там толком о ней информации нет. Скорее всего, это Китай, вот, потому что то, что сейчас выпускается под маркой Хофридс, это в основном кухонные ножи разного типа, дизайна, тоже, может, покажу пару примеров, если найду. Вот, это все очень дешевая продукция и, я думаю, не очень качественная. Вот, так что вот так. А бритвы, получается, выпускались, скорее всего, в небольшой период, вот, ну, может быть, с 1960-х по 80-х, по конец 80-х, вот. Почти все они трехпиновые, вот на моем экземпляре, вот, клеймо, можно видеть, что на клейме это Хофридс, Джермани, вот. Попадаются еще варианты клеем, где Made in Germany, под Хофридс написано, вот. Вот, никаких именно моделей у них не было. То есть на бритвах стояла просто торговая марка компании. Ну, такую практику можно и сейчас видеть. Некоторые компании, которые опасными бритвами вообще не занимаются, заказывают для себя бритвы у сторонних производителей, чаще всего, опять же, в Золингене, и там просто на клейме стоит название той компании, которая их будет в итоге продавать. Без моделей, без номеров, без ничего. Вот, параметры моего экземпляра. Вот такие вот, то есть здесь почти шесть восьмых, половинная выборка. Вот, в бритье эти бритвы, в принципе, очень хороши. То есть, скорее всего, у Хофридсов был контракт с кем-то в Золингене, кто действительно умел делать бритвы, скорее всего, какая-то крупная фабрика была. Вот, потому что все сделано очень аккуратно. Мой экземпляр достался мне практически в непользованном состоянии, когда-то давно еще. Вот, у бритвы отличная геометрия. Вот, такой легкий сатин заводской, и поверх него сделана полировка. Но, таким образом, что как бы сам сатин, он не поплыл, а остался и, в принципе, хорошо виден. Не знаю, передаст ли камера. Вот, к тому же бритва имеет такую вот двойную выборку, со ступенькой стабилизатора, с треугольными скосами. Насечки есть как внизу, так и вверху. Вот, этим напоминает немножко и новую бритву ДОВУ. Вот, третий пин. Здесь, получается, внизу стоит такой вот пенечек, сделанный, скорее всего, из целлуоида. Вот. Сами пины, скорее всего, латунные. Вот. Ручка сделана из пластика. Ну, сделана не так, прям мега аккуратно, как делали уже, как делали еще более в ранние годы, до 1950-х. Вот. Но, в принципе, более-менее все хорошо. Вот. На новодельных ДОВУ, например, там ручки менее аккуратные, там ужасные клинышки, проставки, пины более некрасивые. Вот. Ну, вот, Хофридс, можно сказать, что это винтажная бритва, так как это 80-е. Здесь все более аккуратно сделано. Вот. В бритье такие бритвы очень хороши, повторюсь. Я брил недельную щетину. На недельное щетине, ну, чуть-чуть жестковато, конечно. Но, если бриться каждый день или через день, вот, это такой чисто усредненный классический вариант. Получше, чем новодельные ДОВУ, Тьеры и Бокер уж тем более. Вот. Но, все же, бритва уступает более старым антикварным вариантам. Они все-таки помягче. Эта бритва, ну, нельзя сказать, что типичная немка со своим агрессивным резом. Но она довольно-таки тверденькая и в этом плане будет на любителя. Но при этом выбривает начисто, то есть даже в проблемных местах, легкими движениями, совершенно без давления, легкими махами. Вот. Ну, выбривает в ноль. Пинки потом не прощупываются. Вот. Но рез на любителя. Такой сравнительно агрессивный. Ну, собственно, на этом все. Бритвы эти встречаются не очень часто. Хофридс, но если он когда-то попадется именно в непользованном состоянии, ну, рекомендую взять, как минимум, это будет интересный опыт. Сравнить их толком ни с чем нельзя. Это все же ближе к новоделам, типа ДОВУ, Тьера. Но бритвы чуть-чуть помягче будут в бритье. Вот. И при этом жестче и агрессивнее, чем аналогичные немецкие, более старые бритвы. Я бы вот такое место им дал. Также интересно, что попадалась вырезка из одной газеты, по-моему, за 1990 год или около того. Некоторые магазины Хофридса еще работали в Америке на то время. Вот. И там продавалось всего две модели опасных бритв. Это были бритвы с простой пластиковой ручкой. Они стоили в районе 50 долларов. Новые. Вот. И бритвы написано с ручкой перламутровой, но я так понимаю, это пластик под перламутр, скорее всего, был. Такие стоили 70 долларов. Вот такие вот цены были в 1990 году. Также, что интересно, продавец этого магазина к каждой бритве прилагал набор воздушных шариков. Об этом тоже написано в той статье газетной. Ну, вот там дословно его цитата, что человек сначала должен научиться брить воздушный шарик, а потом уже брить свое лицо. Ну, это что касается новичков. Поэтому вот тема с воздушными шариками, она была такой довольно актуальной в Америке. Еще в каких-то старых книгах по цирюльному мастерству тоже про шарики что-то было. Вот. Ну, вот такая вот интересная особенность. Ну, собственно, все. На этом все. Здесь есть еще один шарик. 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 Продолжение следует...